Ребята, всем огромный привет! С вами Роман Шкудер, компания Форслайф. Специально для компании наших партнеров Амаркетс сегодня проведем такой обзорчик рынка криптовалют. Значит, как обычно у нас выходит видео в среду, как вы, наверное, знаете многие. И сегодня вот как раз начинаем тогда с битка. Что, ребята, по битку? Помните, у нас был уровень 21300, оттестировали, вернулись, потом еще раз ретест 25, но обратите внимание, после ложных пробоев не было реакции. Потом в моменте сходили, понятно, здесь есть сила, здесь есть накопление больших заявок, то есть вы понимаете, что все люди, которые вот в этой зоне шартили, ну и конечно в этой, многие ставили стоп именно вот сюда, возможно там 26000, ну чуть-чуть дальше вот этого хая, потому что этот хай ключевой. То есть этот хай, если мы его будем изломать, ну вот здесь был, конечно уже излом локального тренда, локального. Пока глобально тяжело сказать, ребят, пока тяжело это все анализировать. То есть глобально, сейчас пойдем на 100000, это пока никто не знает. Нам нужно вот ближайшие уровни плюс зона 2932. Вот там уже будет более значительно. Все-таки, ребята, придерживайтесь своего сценария, не переобуваются, как говорится, переобуваются люди, знаете, там сейчас идем вниз, потом идем вверх, я там сейчас раз переобувался, все. Я придерживайтесь своего сценария, это рост в зону 28-29. Возможно там 32-35, но пока что думаю, что 28 мы должны достать в течение там ближайших месяца два. Думаю это так, но это лично мое мнение, ребят, это конечно не финансовый совет, никто не говорит, что вы должны залетать сразу там на 100 и плечо покупать на все, потому что биток пойдет там на 30. Возможно и не пойдет, ребят. Но пока что я придерживаюсь такого сценария, но для этого нужно вначале пробивать 25. Думаю, что скорее всего, ребят, 25 будет пробой быстрым, то есть начале тут такое накопление еще будет, а потом просто одной свечой пройдут сразу за один день и не пойдет дальше. То есть может быть там три свечки растущие подряд. Да, ну как бы вот такая какая-то ситуация, когда, помните, было такое вот падение, что-то ожидаю такое вверх, но не такое сильное прям. Ну как вот здесь, помните, вот. Раз, два, три. Думаю, что-то такое произойдет. Вот раз, два, три. И вот там уже можно будет говорить о том, что, возможно, цена уже развернется глобально. Ну, конечно, то для этого еще нужна какая-то консолидация, там будут пытаться пробить несколько дней, потом еще один рост. То есть там, думаю, достаточно длительный промежуток времени будет стоять. Ну, если туда пойдет. Может быть там неделя, две, три. Ну, думаю, что-таки, что мы должны туда выйти. Ну, а для этого первый момент. Нужно закрепление. Обязательно закрепление выше 25 тысяч. Ну, и продолжение роста после закрепления. Это вот одна важная ситуация. Сейчас, ребята, на данный момент можно попробовать тут 23 что-то рассмотреть, ребятки. Ну, тут, конечно, опасно, потому что, ну, со стопом, конечно, если 25 не пробивает, то будете смотреть. Ну, вот отсюда можно что-то рассмотреть такое, ну, пока он уже ушел. То есть пока он уже ушел, пока я бы только наблюдал. Если вернется в зону 23, 23, там 100 хотя бы, то что-то можно будет рассмотреть. Дальше BNB. BNB у нас, ну, вот здесь как бы что-то есть. Видите, вот уровень какой-то есть. Ложный был 297. Да, ну, мне как-то он что-то не нравится, честно. Вот выкупаю такие свечки большие. Вот здесь было, конечно, на новостях, потом все вот купили. Ну, сильно смотрится, но как-то с рынком не идет. Ну, то есть выкупили вот здесь вот, да, и все. То есть как бы тренда тут такой, широкий ранж уже. Хотя он смотрелся, был раньше сильнее рынка. Посмотрим. Пока я думаю, что-таки лонг здесь, ну, как-то так себе. Он стоит. Вот тут еще уровень есть 3036 хороший. Вот от этой точки там 299, 927 можно пробовать рассмотреть, но пока мне сам график что-то не очень, честно. Ада откатилась. Ну, желательно, чтобы было 032,7 вот сюда, вот. Ну, пока не идет, видите. Пока не идет. Вот здесь вот стоит, то 035. Но я бы еще подождал день-два. Если будет еще удержание цены, можно пробовать взять с целью 041. Так, что у нас тут еще есть. Дот, ребят, с 6 долларов нормально, но пока не идет туда. Тоже такой момент, вот устали. Не разбериха, я честно вам скажу, никогда нужно подождать и не торговать. Это тоже позиция, чтобы вы понимали. То есть без позиции тоже позиция. Потому что здесь сейчас лезть, что-то ловить. С 6 долларов, да. А вот здесь вот, ребят, тут ничего нету. Ну, такое. Или выше там 7,2 хотя бы смотреть. Видите, попытка была закрепиться, но так как она уже достаточно движение было прошло до этого. Немножко рынок был перегрет, плюс биток вниз и потянули и дот. Ну, думаю, что дот еще покажет свое на самом-то деле. Можно еще попробовать, знаете, вот построить вот такую вот модель получается. И как бы от этого пробовать поторговать. С этой линии локального восходящего тренда. Да, и вот от этой точки тоже можно попробовать взять там со стопом обязательно. Ну вот. Но я такие линии очень люблю, честно вам скажу. Когда рынок в рейндж, то это не очень хорошо работает. Когда он там хорошо прет, то это может работать. По доллар-евро-доллар, значит, откатились 1.10 и вот начинается опять какой-то рост. Ну, в принципе, неплохо для роста рынка это в целом. Ну, посмотрим, как будет дальше. Лайткоин, ребят, скоро халвинг все-таки. Видите, откатились, постояли дальше рост. Дальше рост по лейту. Думаю, что все-таки будет, наверное, идти выше там 104. И цель роста, ребята, думаю, будет зона где-то 130 плюс-минус там, да? Вот сюда, я думаю, да. 130 долларов, думаю, что он туда дойдет. А там дальше посмотрим. Возможно, и выше. Ну, сильно. Лайт вообще просто молодец. Такой тренд набрали здесь. Очень красиво. На откатах можно каждый откат откупать. Со стопом, конечно, и продолжение роста. Значит, что по S&P. Линия нисходящего тренда пробили. Видите, может быть ретест сверху. Это линия восходящего тренда, ну, это такое. Главное, что пробили вот это. Ребята, были. И пока цена не зашла ниже вот этой зоны, то я думаю, что мы можем рассматривать лон. Плюс откатились уже от 4200. Вот мы дошли до 950 по S&P. Думаю, что будет продолжение. Такое-то хотя бы локально думаю, что он сейчас пойдет наверх. То есть очень-то хорошо смотрится. Если ничего не произойдет сверхъестественного, да, такого, то я думаю, что все-таки должны пойти дальше. Пока неплохо смотрится S&P, пока неплохо. Что будет дальше, там, к маю или к июню будем смотреть. Там может быть уже другая ситуация. Значит, вот что у нас по Solane. Они пробили 26,3. И смотрите, вот сейчас откатились. В принципе, тут тоже можно просмотреть точку. Вот здесь вот 21,7. И стоп там за 21, например, поставить. И вот здесь можно попробовать, ребят. Очень неплохо после отката. Стоит вроде, пока держит. Ну, если не пойдет, ну, будет стоп. Там будет, наверное, плохо, если пойдет ниже 20. Тогда я думаю, что пойдет там на 15, на 16 и так далее. Там уже я буду сам смотреть, возможно, долгосрок. Если рынок будет нормально себя чувствовать. Если нет, возможно, и от 8 будет еще точка. Посмотрим. Пока Solane хорошо выкупили. Нормально все смотрится. Но, конечно, выросло много. Думаю, какая-то глобальная коррекция тоже будет. Может, не сейчас. Может, она еще достанет до 38, но она будет. Трон, 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 трон сильнее рынка был. Я помню, да. Но тут, видите, все, вот эта консолидация, если не пойдет ниже 0,04, то я думаю, что может очень хорошо вырасти. Плюс линию нисходящего тренда пробили с продолжением. Но сейчас вот 0,07. Помните уровень? Отмечали мы с вами. Вот дошли прямо туда, кто бы что ни говорил. Вот. И оттуда уже прошел откат. Тут либо брать выше 0,07, либо где-то на откате смотреть. В принципе, пока неплохо. Хотя он не трендовый. Он пока ренч. По Lumen тоже откатик. Неплохо. Вроде бы накопление это все происходит. Возможно, выход, наверное, наверх. И я думаю, цель все-таки 0,13. Туда должны, скорее всего, достать. Если там все будет нормально с рынком, то, я думаю, сюда мы и дойдем. Возможно, какая-то расторговка здесь еще будет, ребятки. Вот здесь вот какая-то расторговочка может быть. Поэтому внимательно здесь. Поторговаться еще может. Может 0,08 еще достать. То есть надо понаблюдать за ним. Рипл, ребят. Вот Рипл вчера сам смотрел. Кстати, Рипл сам смотрел. И думаю, что вот эта вот зона 0,37, 0,36,5. Возможно, от нее рассмотреть. Очень тут классно, конечно, стоит он. Если там будет позитивное решение по СЭКу, там уже, блин, два года это тянется. Вот когда это начиналось, сейчас я вам покажу вот этот график. Вот это было, сейчас это было вот здесь. Это было в декабре 2020 года еще. Представляете, больше двух лет уже. Вот эта вся ситуация тянется. Если там будет нормальное решение, ребят, ну, в пользу Рипл. Скорее всего, так и будет. Потому что если бы хотели уже нагнуть, уже нагнули, поверьте. Если бы там были какие-то такие жесткие траблы, то они уже бы этот Рипл там задавили уже 150 раз. Видите, здесь нет. Вот накопление было. Немножко импульс был, конечно, на росте рынок. Но не такой сильный, как предполагалось. Думал, как будет хотя бы как здесь. И потом еще одно накопление, ребята. Еще один уровень. То есть двойной уровень здесь. Глобальный двойной уровень. То есть если будет выход, то, ребята, это будет сильно. Это точно. Ну, это может быть долго. Это может быть полгода, может быть три месяца, может быть год еще. Вот это все будет. Поэтому кто имеет терпение, ребята, можете рассмотреть. Кто нет, то пока подождите. Ну и первая тут, первая цель 0.42, дальше 0 где-то 52, 0.55. Если туда пойдет, то, конечно, может быть очень сильный. У меня есть Рипл, давно еще купили. Будем сидеть. У нас там на одном счету 5000 монет, на другом счету там около 7000 и так далее. Думаю, что если выйди, там буду смотреть. Ну, я глобально сижу, ребята, там цель где-то от 5 до 10 долларов глобально. Достанет, достанет, не достанет. Будем принимать решение какое-то другое. Значит, вот 0.36, вот здесь вот можно рассмотреть точку со стопом обязательно. Со стопом, потому что там могут продавить, еще там можно стоять еще полгода. И Тезос, значит. Тезос, а Тезос, кстати, смотрите. Дошел до уровня, который тоже мы отмечали 1.47. Смотрите, прям четко ударили в этот уровень и оттуда пошли вниз. Вот вам и работа уровней на графике. Там говорили, крипто уровней работает. Все работает, ребята, главное, чтобы ликвидность была в инструменте. Главное, чтобы ликвидность была в инструменте, тогда работает. Если ликвидности нет, конечно, не будет работать. Но это даже на акциях американских не будет работать, если нет ликвидности. Значит, смотрите, тоже здесь вот постояли зеркалка, потом сходили. Ну и сейчас, ребята, тут уже я не знаю, что сейчас. Тут можно, в принципе, пробовать на отскок, взять после такой коррекции, где-то вот с 1.12, если будет, со стопом. Надо посмотреть меньше о таймфрейме. Ну, пока такое. Пока ни точки, ничего нет. То есть очень быстро. Если еще раз сюда вернется, будут держать 1.12, 1.13, тогда можно рассмотреть. Пока что здесь, пока понаблюдать. Значит, ребят, кто планирует открывать счета или хочет торговать, можете открывать счетово маркет. Тут есть доступ к фьючерсам, есть доступ к крипте. То есть на все, как говорится, все руки. Кто хочет что торговать, можете тут рассмотреть. Индексы есть и так далее. Ну, это внимательно с этим, ребят, потому что там, если американские индексы торговать или фьючерсы, это другая уже игра совсем, чем в крипте. Но крипта тоже есть. Самые ликвидные инструменты есть. Ну, и видите, можно тут добавлять, что угодно. Видите, можно что хочешь писать там. Может быть там и вэтчейн есть. А вэтчейна нету, кстати. Ну, видите, есть акции, например, есть акции, есть энергетика. То есть, ну, много инструментов. Вам вот можно тут добавить 500 с чем-то инструментов, 578. Мы только 16 выбрали. Представляете, что такое? 500 инструментов торговать, это жесть. Ну, то есть, это вы можете все равно себе отобрать там своих там 30, которые хотите, и фьючерсы, и в крипту, что хотите прям, и торговать то, что вам нравится. Ну, то есть, удобно, нормальный дешевый терминал. Я, как бы, наши партнеры, я там проблем пока не видел, скажем так. Если что-то будет, буду говорить. Я всегда честно. То есть, вне зависимости от того, там, я там партнер, а не партнер. Если что-то не так, я говорю это прямо. Я не буду никого прикрывать, чтобы вы поняли, что-то понимали. Пока никаких там проблем не было, поэтому могу смело рекомендовать. Кто хочет, можете переходить по ссылке, плюс получать там выгодные бонусы и скидки на комисс. Поэтому, ребятки, вот такой у нас обзорчик небольшой, да, еженедельный. И будем смотреть, что будет на следующей неделе. Обязательно, ребята, торгуйте с умом, торгуйте со стопами, не берите большие плечи. Я всегда это говорю, потому что плечи – это убийство депозита. Рано или поздно, если большие плечи использовать, может прийти конец. Поэтому главное, чтобы был депозит и было на что торговать. Это самое важное. Вот так в двух словах, друзья. Всем хорошего дня, прибыльных сделок. Увидимся в следующей неделе. Всем пока.